Друзья, всем привет! Вы меня, конечно, извините, но я просто в ахере от того, что сейчас творится. Вот мы договариваемся с человеком, приезжаем на автомобиль, договариваемся на одну цену, приезжаем, а он, сука, поднимает эту цену дороже. Я понимаю, что да, там чипы дорожают, есть некая экономическая обстановка в мире, но не до такой же степени. И ладно, это был бы один момент, но в последние несколько недель это, ну, с учетом того, что мы видим много машин, это сплошь и рядом. Очень много таких моментов. Я слегка возмущен. Нету машин, есть дефицит, их была угроза. Ты не продажешь 14,5, продажешь 14,9. Я не понимаю, что делать. И вот как девочке советовать. Так хрен он ценник такой ставит, чтобы потом поднимать или что? Но других машин тупо нет. Дефицит запчастей 6,2%, а дефицит очереди 17%. Человек говорит, я уступать не буду. То есть вы едете на 15,400. Я говорю, хорошо, я приезжаю, а он, сука, 15,900. И самое главное, я ничего не могу сделать, вот просто ничего не могу сделать. Вообще сказал, что там кефир, хотя неизвестно, что. Я это потрогал, надо пойти срочно руки, по-моему. Подлокотник открываю, а там ресница от бабы. Накладная вот такая, здоровая, короче. Я чуть не могу. Мазда 3 надо осмотреть. Ну, тут рядышком, 19 километров от Киева, где-то, где-то. Пока еще не знаю. Антон говорит, поехали смотреть. Поехали смотреть. Предыстория следующая. Обратилась к нам девочка Яна, обратилась она после нескольких подборщиков, которые ей отказали в подборе. Потому что за 14 тысяч, бюджет, который у нее есть, в Мазду 3 официальную, 13-го, 14-го года не найти. Ну, 13-го можно еще найти, 14-го ей отказали. Я понимаю. Камон, е-моё, это верх рынка. Что значит не найти? Друзья, есть в нашей компании технический специалист Антон. Так вот, он отличается от других тем, что вот остальные парни, они смотрят, если видят недостатки автомобиля, для них это ровно. Ну, недостаток, написал галочку, что недостаток. А Антон, он такой впечатлительный. Вот если где-то что-то ему как-то скажешь не так, он вау. Так вот, интересно это в том, что он залазит в разные интересные места, и когда видит то, что ему не заявили, и он очень искренне удивляется. И это заявка его. Я тут больше еду так, в подмастерье, посмотреть, где-то что-то показать. Вообще, это заявка его. Мазда 3, 14-й год, официальная, 114 тысяч пробега у нее. Что у него плохого по истории? По истории, то, что заявил продавец, у нее крашено крыло. Левая, дверь, левая и банкер. Ой, как прекрасно. Когда работают системы, все отрабатывают, лампочки никакие не горят. У меня был прикол. Перестал работать у меня датчик положения руля. Я уже практически заказал новый, его нигде не было, он был только под заказ. И кончается у меня газовый блок. Ну, то есть, начинает сыпаться, начинает семерить, скажем так. Я к парням заезжаю, они говорят, слушай, у тебя мозгом пипец. Я говорю, как это так? Откручу, оттуда вода нахи-пыры выливается. Они что-то там чинили целый день, что-то делали, паяли, 20 элементов перепаяли. Я говорю, эй, стоп, пацаны, что вы делаете? Я говорю, давайте новые закажем. Новые дорого. 4 800. Я говорю, да блин. Мое время стоит дороже. Причем вот это вот ездить каждый раз, какой-то элемент вылетит, нафиг надо. И, короче, меняет мне мозги, пропадает ошибка по датчику положения руля. Никто не понимает, почему, как оно вообще связано. Так вот, теперь я не могу нарадоваться, когда идешь в занос, а он нормальный, контролируемый, регулируемый. Ну, машина Вольво в принципе не пустит в занос до беспредела уйти. Даже если отключить, ДСТС, ну, в смысле, антизанос. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Приехали мы на официал Мазды. Эта машина у них обслуживалась с первых дней. Ну, там был один момент, когда она обслуживалась в Одессе, но тоже на официале. Так вот, все заезды она обслуживалась здесь. Предыдущий хозяин, который был владельцем этого автомобиля, сдал его в этот салон. И здесь этот автомобиль продается по программе трейд-ин. Ух ты! Прямо уже красивая, помытая. Или еще все впереди? Ё-моё, ровная машина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это кресло дежурное или тут действительно ребенок есть? Есть, это моя ребенок. Вы собственник автомобиля? Да. О. Жена. Ну, в семье, скажем так. Участливая такой, машина моя, а сколько вы дети? Ну, я позавчера ее на себя оформил, я ее купил, вот машина уже по факту моя, поэтому... И самая классная тема, когда вот люди кидают сидение, типа машина семейная, хотя к семье она не имеет никакого отношения. Поэтому, может быть, я задал какой-то странный вопрос, извините, если я где-то там... Разобравшись немножко глубже, ну, этот парень все-таки он владелец не давно этим автомобилем, он владелец всего лишь несколько месяцев. И надо не забывать, что он работает в программе трейд-ин, имеется в виду в Мазде. И он занимается тем, что он продает бушные автомобили, то есть этот автомобиль был приобретен, на себя оформил и продает его в автосалоне. То есть, скажем так, перекуп в оквовещей шкуре, наверное, так будет правильно сказать, хотя парень очень порядочный. На уровне, скажем так, перекуп на уровне официалов, вот, наверное, правильное слово будет. Там, двери. Снималось крыло. Да, я вижу. Так, а тут и без открывания капота видно, чтобы не снималось. Окей, хорошо, конечно. Заодно и запуск послушаем. Антон, а кого у него ценник? 14,5. Красиво. Мазда 3. Колодки нормально не прижимает. Бампер здесь торчит у него немножко. Крыло менялось. Бампер снимался, ремонтировался. Вот есть сколы затычкованные. Вот здесь вот она ремонтировалась, подкрашивалась. По этой стороне, вот, по низу есть сколы с легкими элементами шпаклевки, но бампер не ржавеет. Здесь вот уже лучики пошли, где-то уперлись, скорее всего. Так, с этой стороны тоже я не вижу, чтобы крутились болты. Тоже везде все хорошо. Прецедентов для того, чтобы разбирать, не вижу. Здесь тоже все красиво и следов того, что оно отнималось, не видно. Крыло крашено, крыло снимали. 200, это немного. Вот правая сторона очень красивая, но вот очень, чтобы вся такая была. Здесь вот что-то вот было чуть-чуть здесь, буквально. Чуть-чуть больше бьется, чем везде. Подлокотники что-то разлили. И надо похимчистить будет, пятна есть. А здесь вообще очень много пятен, надо полностью задний диван химчистить будет. По салону, конечно, вот это вот дело надо бы похимчистить. Понятное дело, что, ну, скажем так, кефир попал, очень похоже. Сейчас попробую внести ясность. Мы имеем автомобиль по верху рынка, дороже нету. Это самый дорогой на момент осмотра автомобиль, который есть. И мы имеем автомобиль, который к химчистке не имеет вообще никакого отношения, ну, вот никогда за последние пару лет. То есть, эта машина не чищенная. Вот как она есть там со следами печенья, какого-то кефира. Дай бог, чтобы кефира. Вот что-то он весь очень грязный. Состояние руля не запиленное сидение переднее, левое чуть-чуть подъезженное. Ну, в принципе, и машине уже еще немножко и будет юбилей. Так, что у нас здесь? А здесь у нас 14-й год, третий месяц. Дверь тоже перекрашивалась. Вот видно, крыло снимали, крутили. Там корпус зеркала вот здесь, в этом месте тоже подтычкован краской. Друзья, значит, что такое затычкован, подтампован, прокапан, еще что-то? Это все одно и то же. То есть, это была некая царапина на запчасти. И, ну, скажем так, она сделана глубоко-неглубоко. И без дополнительной покраски это все либо притампунили, если это делается тампоном, затычкован, это если делается такая вата с палочкой. Если это прокапано, то это делается иголкой. В общем, все это об одном и том же. Это все дело, весь разговор о подкрасах. 14-го года стекло. Неудобно. Тоже все тут целое. Вот есть хол краски на стойке. Здесь хорошо все. У вас есть где ее либо подъемник, либо не вопрос, конечно. И если надо, мы за все платим. Есть легкие царапины. Тут уже подтычкован на ремне. Ручка тоже немножко поцарапана. Чехол целый. Дальше дверь целая. Здесь вот есть легкая вмятина на ребре. Я думаю, диагностика ходовой и снять защиту. Вот, в принципе, обычно. Мы, в принципе, и сами можем сделать, но я не привык в чужом государстве лазить с монтировками под этим. Отлично. И у нас будут чистые руки. А диагностика ходовой и снять, поставить защиту. А так, в принципе, мы все остальное увидим. И еще вопрос. Можно ли будет подключиться к... Или же у вас есть диагностика? Прекрасный выбор. Хорошо. Так, стекло 2014 года. Здесь есть легкие тоже царапины. Когда дети садились... Зацарапано здесь немножко. Здесь скол в заднем крыле легкий. Тоже все хорошо с ней. Целое. Фонари задние целые. Тут тоже все хорошо. Так, ключ. Запаска. Серега есть. Крыло целое. Крыло не крашено. Вот есть легкая вмятина на... Пока карочка. Здесь тоже уже подтычковывали. Краску сбило камнем. Двери не снимались. Двери не крутились. Минимальное количество царапин. Так, она целая. Вот царапинка есть маленькая. Вот здесь маленькая. Крыша целая. То есть целая. Перецелое. Крыло тоже целое. Машины получается 3 подкраса. Вот всем Mazda хороша. За исключением того, что она ржавеет, как скотина. Лакокрасочная тонковата. Лакокрасочная не только у Mazda тонковата. Я в принципе... Вот особенно еще чуть-чуть старше берешь, поднимаешь. Снизу смотришь, а там спасибо, до свидания. Там уже от лонжерона в одна фольга осталась. И то, если осталось. Не было еще. Так, так, так. А вот так. Так, так, так. Здесь легкие следы курозии. Вообще абсолютно легенькие по кромке. Скажите, а реально машины в продаже есть? Это и тестовая. Все. И все. Ну, все, как всегда. Все, как мы любим. Первое производство будет в марте. Такое большое. То, что обещают. Но его еще нет. Поэтому, если там обещают много машин будет произведено, и будет много одохожено. Но, как бы, есть нюансы. Поэтому... А что завод рассказывает? Ну, что-то, что-нибудь. Да, у него интервал замены очень большой. Добыв информацию об автомобиле у официалов, мы сравниваем с той информацией, которую добыли мы. И вот, насколько она отличается. Не, информация обслуживания, она абсолютно одинаковая. Причем, что наша информация, которую мы добыли по своим источникам, что официальная информация, которая есть у парней. Но, с нашей стороны, информации все равно больше. Потому что мы еще видим, что у этого автомобиля было еще одно ДТП. Оно, правда, очень легенькое. Там было снесено зеркало. Была только замена зеркала и полировка дверей. В общем-то, все равно у нас получается информации больше, нежели предоставляет официальный дилер. Это я к разнице о том, в чем разница между официальным дилером и у автоподборщика. И даже при таком интервале у нее все равно чистый двигатель. А пару раз она заезжала, ну, я вижу, 15-20 тысяч. Вот здесь вот пробел, 21. Ну, такой вот, эти любители замены масла. Да, вот это сразу изглазать она никуда не заезжала на интервалах. Но по истории машина хорошая. Причем, что вообще везде, со всех сторон. И мне нравится то, что чувак, ну, как минимум, правду говорит. Да, на цене, по-моему. И, блин, на ценник. У нее потужный. Цена там на 13-200, я не знаю. Ну, так в тупую предложим, дядя, 13. И будет все хорошо. Ну, чистку надо полную делать. Диван сзади зарыганный. Ну, не зарыганный, а пятна. Подлокотник тоже. Передний тормозный диск под замену. Я на переднюю вообще сказал, что там кефир, хотя неизвестно, что. Блядь, я это потрогал. Надо пойти срочно руки помыть. Ну, скажем так, кефир попал, очень похоже. Подлокотник открывает, а там ресница от бабы. Накладная вот такая здоровая, короче, чуть не опилит. А у тети вообще какой бюджет? 14. Значит, надо на 13 его продавить, если снизу все хорошо. Но опять-таки, мотор сверху у нее сухой. Я везде его полапал со всех сторон. Из минусов, то, что мне не нравится, вот лонжерон, который идет спереди. На лонжерон, а щит моторного отсека, в торце он уже начинает коррадировать. А, брызговик. Брызговик, да. Боковина, вот эта вот часть у нее полировалась возле зеркала. Облицовка снять, поставить. Замок, да вот нахера замок дверей снимали, оставили. Я вот посмотрел, действительно, его снимали. Я же что запросил эту херню, потому что я вижу, что замок снимали. Раз снимали замок, значит что-то ремонтировали. И причем снимали его давно. Отрыгнул, может, он там. Может, отрыгнул. Может, где-то, у меня есть понимание, что где-то зеркалом она влупилась. И зеркало полная замена, а все остальное полировали. Потому что... Тебе снимали замок, чтобы проем... Я не знаю, зачем, но ничего не красилось. Все на месте, все родное. 14-го он любополи, наверное. Машина продана в 6-м месяце. 14-го, да. Одесса, Бориспольская. Бориспольская, вот здесь она практически все время обслуживалась. Куплено было на Петровке. Первое обслуживание на Петровке, а дальше уже все здесь. Единственный раз она была в 16-м году в Одессе обслуживалась. А так, а так все хорошо. Алло, Яна, это Антон. Здравствуйте. Удобно? Смотрите, посмотрели машину эту. Она, ну, в принципе, визуально в хорошем состоянии. Все, как заявил продавец. Там у нее три элемента подкрашенных. Вот, теперь надо ее посмотреть на подъемнике, подключиться к ней. Как бы этого делать не разрешают нашим оборудованием. Я понял. Ну, все, тогда мы поднимаем ее, смотрим снизу. Да, да, прям сейчас. Ремонтировалась эта машина здесь или нет? Вы имеете в виду покраска? Да. А правая сторона зеркала? Ну, это предыдущее сделали. Ну, то есть там все хорошо сделано, но зеркало там менее. Ну, и ничего страшного в этом нет. Да, да, я вижу, ниже 60 градусов. Очень справедливо заметить то, что парень на Мазде нас узнал и рассказал вообще все данные по автомобилю без напоминаний. Вот все, что меня интересовало, вот просто посмотрел по глазам и рассказал все. И, в общем, все, что нужно было, обычно же как, приезжаешь, подключаешься к мозгам и говорят только, какие есть активные ошибки или что там было. Здесь нет. Зашел в параметры и показал, вот все, что нас интересовало, показал все. Молодец, красавчик, респект, спасибо. Итак, красивая. По сравнению с тем, что мы видим, это еще красивая. Ну, да. Крыло вываливается из цвета, ну и хер с ним. Дом-тира, потому что пластиковый. Смотря за какой ценник опять же. Я сейчас вообще мне что-либо сложно говорить про ценники, потому что... Потому что мир стал невменяемым. Ну, то да. Машина возраст у нее растет и ценник растет вместе с возрастом. О, переживает, бензин-то горит. Ну, шеканомно. Скорректик. Модуль для строительства компакт-дисков и странность механического чего-то. Ну, это как минимум повод для торга. Диски же еще продают. Окей, ну тогда на подъемник. Не поводился, пожалуйста. Надо. Мы сейчас что-то найдем. Вам надо, мне не надо. На удивление, еще не сильно забитый. Легкая коррозия за задними колесами. Все ожидаемо, прогнозируемо. Ну, тут как бы еще не сопли, но уже начало есть. А, кстати, по болтам развала, может быть, даже еще и регулироваться будет. А вот ручничок, у него туго назад отходит. Вот почему суппорта подкрыли. Здесь перебирать надо. Вот здесь, если толкок ставится ручник, то назад не отходит. Вот зажимаем. И назад надо вручную. Вот сюда надо будет обратить. А, этот легче, этот отходит. Поэтому он здесь вот хорошо. Вот здесь со шлангом, не тресканный. Трогать точно нет. Трогать точно нет. Легкий надрыв и подслоение. Ну, вроде он. Легкая окошка. Костюм это где-то через. Вот так. Вот так. Красота. Ружжавчина не только на подрамнике, она за задним колесом тоже. Имеется в виду на самом лонжероне. Усилитель, лонжерон. Ну, усилитель то такое дело. Усилитель мы закрываем глаза и вообще не смотрим. Туда точно так же, как на губах, посмотрим. Изначально, если взять, типа, повреждения на поверхности. Да, вопрос в том, что вы уже отстрелялись, а теперь нам надо выдать гарантию на эту машину. У меня поэтому все. А какая цена вообще по машине, если на дачу? С этими всеми нюансами. С какой-то нюансы расходить. 100 долларов вы покупаете? Друзья, обычно после полного осмотра автомобиля мы видим все недостатки. Но у этой машины не таких много. Где-то там сбитая краска до металла. Здесь перекрашенное крыло не попали в цвет. Чуть-чуть здесь крашеный бампер, но это было заявлено. Крашеный капот было заявлено. Капот, извините, дверь передняя левая была заявлена, но крыло не попали в цвет. Это нормально, это окей. Мы понимаем, что здесь нужна химчистка салона, потому что, ну, туда, если взять перфекциониста, то туда будет противно садиться, скажем так. Так вот, мы еще имеем неработающий суппорт, мы имеем кое-где ржавенький кузов, который надо обработать, все надо это сделать, почистить. И по ходовой там какой-то то ли рулевая тяга, то ли рулевая, я уже точно не помню, но какая-то еще мелочь была по ходовой. Вот, мы приблизительно понимаем, сколько это нужно денег для того, чтобы сделать, довести автомобиля до нормального рабочего состояния. И когда дело доходит до торга, мы с Антоном просто офигеваем. 14,5 и торжественно уступают 100 доллерю. Я не следил, но я думаю, что это тупо вверх рынка. И он говорит, что в следующей неделе, если не продано, я буду еще дороже ставить. Машина взрослеет и ценник тоже взрослеет. Как вино? Да, как хорошее вино. В общем, про автомобиль. Значит, осмотрели мы этого коня. И, в принципе-то, каких-то технических у него погрешностей очень минимум. Но ценник, я был уверен, что у него 14. Ценник в этой машине 14 500. И на всем этом нам уступает всего лишь 100 долл. Была угроза. Ты не продашь за 14,5, продашь за 14 900. Вот есть такой диссонанс и непонимание. Блин, ну, мы реально понимаем, что мы эти машины вот еще совсем чуть-чуть, вот чуть-чуть времени назад покупали тупо дешевле. Но мы знаем, что она должна стоить дешевле. А здесь тупо вверх рынка 14 500. Я был уверен, что 14. Нифига, 14 500. И аргументировать же особо нечем. И откровенно говорить, что я эту машину поставлю на следующую неделю 14 900. А с учетом того, что он продает Мазды, и я понимаю, что он продает их много, парень просто очень сильно уверен в своих силах. Я не понимаю, что делать. И вот как девочке советовать? По технике нормально. Мы понимаем, что эта машина уже начинает ржаветь. Понимаем недостатки и понимаем, сколько это будет стоить. Но других машин тупо нет. Что касается один на всю Украину. Автомобиль, который официальный, с проверенной историей, один. Есть еще европейские автомобили с дробленным пробегом, назовем так. Ну, скорректированным. Но официальных автомобилей в продаже на данный момент, когда мы выбирали, просто нету. Либо Америка, очень мало Европы и только один официал. Это можно платить. Карта, окей. Ну что, вы тогда езжайте. Ну, в смысле, чтобы мы толпой не сидели в машине. Как по мне, если интересно мое мнение, то двуякая ситуация, двуякое отношение. Почему? Потому что машина стоит 14,5. И вот понимаю, что дорого и дешевле. Ну, вот просто нету машины. Либо хлам, который вообще рассыпается, там на коленях стоит. Либо вот такие, которые нужно еще приложить руки, чего-то сделать. И как-то так. Ну, неплохо, скажу так. Неплохая машина, но 14,5. У меня что-то как-то пока... Машина поехала. А я как-то стою и с тоской... Стою и грущу. Да, думаю, хорошая машина. А с другой стороны, блин, 14,5. Да, дает он ее за 14,400. Но все равно, как по мне, это дорого. И самое главное, я ничего не могу сделать. Вот просто ничего не могу сделать. Ну что, Антонио? Это вилы. Вилы по машине или вилы по цене? Он сказал, что он уже поменял цену. С ума сошел. Да что, он не с ума сошел. Если бы мне вот такое сказали неделю назад, я бы ему дико ржал в глаза. С учетом того, что на прошлой неделе реально живая ситуация. Вот этот Golf 11300 продавали, потом перекуп. Что проверка? 11900. Уступил до 11800, но на 500 долларов на ровном месте он просто выиграл. А вот этот вот, то, что мы смотрели вместе Ауди, месяц назад за 28 мы не захотели ее взять. Или 27. 28, 27,5 ее отдавали. Сейчас 32,5. И тупо нету дешевле. Поэтому здесь вот, ну как бы, я не могу. Мне очень хочется рассказать его много нелицеприятных вещей, но... Так хрена он ценник такой ставит, чтобы потом поднимать или что? Поставь сразу уже, там, какой ты хочешь-то, 15 или... Вопрос не в том, что какой он хочет. Его задача анализировать рынок. Самое тяжелое мне осознавать то, что вот мы на стороне девочки, я понимаю, что плюс-минус неделю назад это еще... Это вот как ситуация с 90-ми. Вот когда с утра у тебя есть там, блин, 2 миллиона 800 тысяч этих купонов, и ты понимаешь, что ты можешь купить хреновую тучу долларов, а на следующий день поменять у тебя будет 3 миллиона этих фонов, краброво-карбованцев. И вот такая же ситуация, когда человек ко мне звонит, что-то резервирует, я еду, приезжает, оно уже, блин, в закупке дороже, нежели я ему пообещал. И вот такая же ситуация, тупо переломная. Не вообще в афиге. Ладно, поехали. Так это у меня не первый раз уже такое. Я не помню, почему я вот B7 ездил в Харьков. 15400. Человек говорит, я уступать не буду. То есть вы едете на 15400. Дешевле не будет. Я говорю, хорошо, я приезжаю, а он, блядь, 15900. Я говорю, так как? Он говорит, не, ну, это я, говорит, сегодня уже так поднял. На всякий случай. Как? Он говорит, че ты, говорит, блядь, если вы не купите, то будет 14900. Нету машин, есть дефицит. И вот сейчас по немецким машинам дефицит запчастей 6,2%, а дефицит очереди 17%. То есть даже если вот прямо сейчас начнут фигачить конвейер в полный рост, они все равно не смогут сделать того процента, который люди уже оплатили. А те, которые вот только хотят купить, но носом ворочивать денег не дадим, таких еще больше. То есть дефицит еще больше. Нет, пипец. Сейчас вот это ехать в Германию и потом что, глазами лупать, рассказывать. Почему так дорого? Это я в смысле про себя. Вам-то хорошо, вы в Украине останетесь. Друзья, по факту этот автомобиль все-таки забрали за 14400. Но если бы мы не дали подтверждение, вернее, если бы девочка не согласилась приобрести этот автомобиль, то он на следующий день стал бы уже 14900. И парень просто, пока мы ходили и общались, он быстренько посмотрел, что таких машин просто нет. Вот вообще нет. От слова совсем. И он быстренько на 500 долларов коп, а если мы отказываемся, то следующий заказчик будет ее покупать уже за 14900. Дурной рынок, согласен. Плюс мы сейчас еще одну плитуем видим на эту же тему. Sorry, что веща из машины. Дело в том, что я только что приехал из Германии. Вот я сегодня заехал пару часов назад в Украину. Меня, о чем мы там выбирали, что мы там делали. Вообще поездка очень интересная, слегка засполярю. За раз, два, три дня мы купили 4500 километров. Выбрали один автомобиль и этот автомобиль пока остался в Германии. Но об этом будет отдельное видео. Друзья, а вот что бы вы сделали на месте Яны? Вот с одной стороны чаши весов есть автомобиль, который постоянно дорожает. С другой стороны, есть человек, который вот чуть ли не угрожает. Не купишь сейчас за 14400. Я уже поставил 14900 и мне звонят. Вот все, 14900. Вот либо сейчас говоришь да и это решение надо принять здесь и сейчас. Либо же не будет. Машины действительно дорожают. А с другой стороны, машин просто нет. И вот правильно ли сделала девочка Яна, что приобрела этот автомобиль за 14400. У меня лично есть огромный осадочек. Напишите в комментариях, а что бы сделали вы и правильно ли мы сделали. Ладно, не буду затягивать. Друзья, спасибо большое, что засмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Апто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Кстати, я уже в Украине и скоро будет видео про Германию. Немножко потом. Все, теперь точно пошел. Субтитры сделал DimaTorzok